желание купить недвижимость может прийти к нам в любой момент все понятно красиво романтично заманчиво но после того как принципиальное решение принято эмоции стоит отложить в сторону поэтому разговор с александром дошевским покупки недвижимости в испании мы начали с прагматичных вопросов саш ну давай начнем с самого первого шага с базового предположим у человека возникает желание приобрести недвижимость предположим он даже знает страну но желание возникло и что делать дальше он не очень понимает твои ощущения твои знания что говорят с чего бы ему стоило начать ну как правило я думаю что правильнее всего начинать с цель определиться человек должен цель покупки для чего он покупает и как он будет использовать данную недвижимость саш но ты справедливо говоришь что цели у всех могут быть разные но тем не менее наверняка их можно как-то сгруппировать такими общими мазками все-таки что хотят люди назову наверное три основные цели первая цель это приезжать самому отдыхать своей квартире и сдавать ее в аренду это самое главное сама популярна 90 процентов наших клиентов имеет эту цель следующая цель это чисто инвестиции они покупают недвижимости только сдают в аренду обычно покупают две-три квартиры сдает в управляющую квартиру компанию и мы сдаем успешно эти квартиры и третья цель это переезд на постоянное место жительства это конечно мало сегодня люди работают своих странах зарабатывать деньги но есть такие клиенты которые приезжают сюда покупают недвижимость и остаются жить навсегда то есть третья группа ты назвал ее малочисленными все эти люди есть но просто объем их в общей массе покупателей все-таки относительно минимальный минимальный если говорить на 10 человек то наверное 8 человек это те которые приезжают сдавать недвижимость в аренду и сами проживать один человек это тот который у нас чистый инвестор и один человек который у нас хочет жить постоянно считается вообще что смешивать цели не очень правильно а ты говоришь что самая популярная категория людей это те кто и живут какое-то время сами и при этом сдают недвижимость в аренду нет в этом противоречия на двух стульях усидеть как говорят невозможно но в данном случае практика показывает что в принципе 90 процента времени объект работает как инвестиция и человек приезжает только два-три раза в году и это практически незаметно и получается что можно использовать и для себя и сдавать в аренду но все-таки должны быть некие ограничения но если ты три-четыре месяца самый сезон живешь сам но ты должен понимать что никакие были не получится совершенно верно тут прервемся вопрос может ли одна квартира решать разные задачи очень популярный наиболее частый ответ на него нет или более мягко не стоит александр ответил иначе и чуть позже мы еще раз вернулись к этой теме то есть в любом случае ты допускаешь для себя возможность человек будет жить там неделю-две может быть месяц в году а все остальное сдавать и эта схема здесь в испании на хвостобланка работает да эта схема работает но я вам скажу что это не всегда правильно я объясню почему например если вы свою квартиру разместили в компании booking.com или на другие площадки мирового значения для сдачи в аренду то очень важно чтобы ваш объект работал постоянно иногда собственники приезжают отдыхать в свою квартиру и они отдыхают в своей квартире месяц-два тем самым понижая рейтинг своей квартире она падает вниз в поисковой карте мы не рекомендуем нашим клиентам это делать лучше всего приезжать в свою квартиру на неделю максимум на две и делать это чаще нежели приезжать один раз на полтора-два месяца тогда этот бизнес будет падать но вот ты поселил нас в одну из квартир которые находятся в центре Тревьехи если я правильно понимаю вот это как раз и есть образец жилья которое можно и сдавать и жить самому да конечно эту квартиру как раз и покупал человек для этих целей купить сейчас чтобы сдавать в аренду и в будущем планирует переехать сюда жить на постоянное место жилье ну да вот две спальни общий холл без дураков здесь действительно комфортно я понимаю что и с семьей я сюда приехал бы здесь тоже было бы комфортно мы эту квартиру продавали за 72 тысячи сделали небольшой ремонт это было год назад наверное чем квартира хороша тем что ее удобно сдавать в аренду она с хорошим бассейном с красивым с видами из балкона хорошая наверху большая терраса где можно позагорать рядом парк нации рядом бар и рестораны и супермаркет соответственно этот сервис очень важен при сдаче в аренду но для самого собственника когда выбирал тоже на это обратил внимание соответственно такой стандарт хорошие квартиры две спальни 1 ванная комната в районе 70 80 тысяч до моря 500 метров и много разного хорошего сервис и соответственно здесь можно ну и самому приехать и ваш собственно здесь бывает здесь он был два раза за этот год наверное в основном она работала сдавалась паре но захотел на недельку приехать ну да он сам из минска прилетает сюда насколько мнение часто меняется в зависимости от знания региона потому что ну даже на коста-бланка есть с десяток мест где можно приобрести объект и понятное дело что условно говоря квартира в аликанте и квартира в тревихе это все равно абсолютно разница да я вам скажу так что на сегодняшний день все как это происходит мы начинаем показывать объекты всегда все регионы ну например теперь грин говорит я хочу купить квартиру вот такую 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 я смотрел ваши картинки в аликанте в венедорме и таревихе я предлагаю вам поехать посмотреть венедорм аликанте таревиха один день мы проехали посмотрели и где воздуша легла где вам приятно самому вот там и начнем искать объекты вот таким образом мы выбираем конкретный город и дальше уже действует объект после этих слов мы начали оценивать регионы коста-бланка чтобы ответить на вопрос чем они отличаются друг от друга